Начнём. Ну, прежде всего, я бы хотел поблагодарить всех, кто откликнулся на наше приглашение, обсудить очень актуальную тему судьбы генерального плана и мастер-клана сегодня. Это действительно для нас крайне важно. Нужно выработать о какой-то позиции, поскольку очевидность ситуации системного кризиса, который мы сегодня переживаем в области, нормирования трубков, регулирования простых деятельностей. Принимаемые генеральные планы сегодня востребованы формально, но практически не выполняются и к ним так относятся в муниципальной власти. Пустота эта заполняется разводами другими документами, возбавляйте мастер-планы, проявляйте правила зимфорной застройки с расширенными какими-то аспектами, которые присовугубляются, чтобы найти необходимые аспекты и обоснования. Хотелось бы разобраться, тем более, что сегодня приняты национальные проекты, в которых большая часть посвящена, так или иначе, именно кредостроительной деятельности. Послание президента, в котором много внимания уделено именно вопросам пространственного развития страны. Но наиболее болезненным для нас было выступление Путина 19 декабря 2018 года, когда он был поручил подготовить отказ от вилкланов крупных городов. Буквально было данное поручение правительству до 1 марта 2019 года подготовить предыдущие предложения и цитата «Правительству Российской Федерации в целях сокращения срока процветной подготовки строительства представить предложение, предусматривающий переход в крупных городах от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления для строительства города, основанного на стратегии социально-экономического развития необходимости реализации государственной муниципальной программы. Здесь когда разворачивается его предложение, а мы готовы ли мы сегодня к тому, чтобы ответить на этот поставленный вопрос, отказаться от генерального плана, чем его заменить. Вот хотелось бы на эту тему сегодня поговорить и выработать какое-то общее представление о том, как он двигаться и решать эту проблему. Итак, я передаю слово благоратору нашего мероприятия, Георгию Семеновичу Юсину, чекреспонденту Российской академии архитектуры, который будет и определять сегодня порядок выступлений и то, как будет вестись обсуждение, дискуссия, передача слова и подведение итогов. Пожалуйста. Спасибо. Ещё раз добрый день, коллеги. Ещё раз спасибо, что приняли наше предложение. В чём мы видим цель этого круглого стола? Это при всей широте проблем, то есть идёт строительство современных и пространственного планирования и так далее. Тем не менее, цель круглого стола выявить фокусные проблемные точки Института территориального планирования крупных городов. Вот это цель. И выявив такие фокусные проблемные точки, в дальнейшем, если на то будет добрая воля участников круглого стола, провести серию круглого стола для обсуждения вот таких отдельных проблемных зон территориального планирования. Но для того, чтобы это проводить, для этого нам надо сегодня в целом выявить эти проблемы, акцентировать эти проблемы. Вот, собственно, это и есть цель и предмет круглого стола. Михаил Ильич уже напомнил о поручении президента по итогу Народинского прошившего госсовета. Ещё раз процитирую. Подготовить предложение, предусматривающее переход в крупных городах от генерального плана к документу, определяющему стратегическое направление для строительного развития города, основанного на стратегии социально-экономического развития и необходимости реализации государственных и муниципальных программ. Очевидно, что это достаточно, серьезный вопрос. Это смена основного вида документа территориального планирования крупного города на некий иную. В то же время я хочу обратить внимание, что вопрос о замене генерального плана новых документов – это вопрос не новый. В частности, на Московском органистическом форуме в 2012 году заместитель мэра Москвы Хуснулин сообщил, что вместо генерального плана Москвы будет разрабатан мастер-план, в котором, в частности, решение строительных задач будет экономически обосновано. Вот семь лет прошло, однако. Мастер-план не был разработан, никто, так сказать, особенно по этому поводу не беспокоится. Генеральный план Москвы перестал играть основополагающую роль в формировании градостроительной политики города, а из градостроительного кодекса города Москвы постепенно ушли положения о порядке исполнения закона Москвы о генеральном плане города Москвы. То есть по факту генеральный план превратился в декорацию, а в части правовой базы этого генерального плана он лишился довольно детально прописанного в градостроительного кодекса Москвы, порядка, который определял бы, собственно, исполнение закона о генеральном плане. Поскольку генеральный план Москвы, как и Петербург, и как и Восток, и в мире – это документ, который утверждается законом города федерального значения. После поручения президента дискуссия о замене генерального плана на мастер-план превратила новые импульсы. При этом не вполне понятно пока во всяком случае – это игра слов или это глубокое реформирование всего института территориального планирования города. В связи с этим, в связи с этим, какие вопросы хотелось бы попросить осветить участников Круглого Ставка. Первое – в чем ключевые проблемы действующего института генерального плана, действующего института территориального планирования Круглого Урока. Эта проблема кроется в содержании генерального плана, в качестве разработанных и разрабатывания генерального плана, в процессе реализации генерального плана, в отсутствие адекватной методологии и методического обеспечения и в целом научного обеспечения процесса территориального планирования Круглого Урока. Наконец, в законодательстве Круглого Урока. Вторая группа вопроса, которая вытекает в частности из поручения произведения. Как обеспечить согласованность в решении стратегических задач социально-экономического и градостроительного развития Круглого Урока, поскольку на этом сделана цель. Такова должна быть взаимоувязка, взаимосбалансированность этих двух ветвей долгосрочного стратегического плана. Ну, если читать текст поручения, то из него следует, что сначала стратегия социально-экономического развития и государственной муниципальной программы, а затем вот этот документ, новый документ, определяющий стратегию градостроительного развития в целях реализации задач социально-экономического развития, в целях реализации государственных и муниципальных программ. То есть это, почти такая иерархическая конструкция. И сначала стратегия градостроительного развития в виде долгосрочного прогноза как пространственный базис для социально-экономического развития. Тем более, что горизонты долгосрочного прогнозирования в области градостроительства, в области как документного стратегического планирования, который сегодня есть. Город в его физическом наполнении значительно более эмоционен, чем процессы социально-экономические. И стратегия градостроительного развития и стратегия социально-экономического развития разрабатываются и реализуются в режиме взаимной итерации. Или, наконец, стратегия градостроительного развития и стратегия социально-экономического развития просто единый документ. Есть одна стратегия развития города, которая включает в себя вопросы социально-экономические и вопросы пространственного устройства всего этого. И, наконец, третье. В чем привлекательность мастер-клана? В том, что это модный первый, ну, не так модный, не вчера появившийся, но время от времени, так сказать, активно берущийся на вооружение в порядке. Или мастер-план – это иная сущность, это альтернатива генеральному плану. Или, наконец, объект мастер-плана – это не крупный город в целом, а это какое-то более компактное пространственное и территориальное образование. Разрешите предоставить слово первому выступающему Елене Саниславовне Чебуевской, директор лавровки «Пропор», а вообще, говоря, самый авторитетный специалист, который вобрался для знания и профессиональной, и знания фиберального чиновника высокого ранга, благодаря которому по многим, так сказать, процессы градостроительства не ушли с поля зрения нашей области. Пожалуйста, спасибо. Спасибо, на самом деле, за высокую оценку. Я к себе более скромно отношусь на самом деле. Я хочу сказать всем большое спасибо за то, что проявили равнодушие к теме и сегодня собралось такое высокое градостроительное сообщество. И вначале, перед тем, как мы уже перейдем к обсуждению, я всем предлагаю поздравить Парк Ябыча Лидера с 91-летием команды. АПЛОДИСМЕНТЫ Наверное, не случайно такие даты совпадают. На самом деле, мы выступили как институт с инициативой о проведении сегодняшней дискуссии. Я очень надеюсь, что она положит начало целой системе профессиональных дискуссий на градостроительную тему. Вопросов, в общем-то, много. И вопросы эти сформированы и в связи с тем, и формируются, они зачастую подсказываются жизнью в связи с тем, что мы направились в путь новых градостроительных подходов без необходимых научных исследований, без необходимых аналитических этапов, когда, по сути дела, должна была бы быть сформирована металлогическая платформа градостроительной деятельности России на современном Италии. Мы пытаемся соединить в процессе две противоречащие друг другу системы. Это система европейская, когда стоит для управлять планирование вертикального, когда государство планирует сверху вниз, и система американская, когда планирование совсем по-другому выстраивается снизу вверх, отсюда появляется институт, институт ПЗЗ. Между тем, эта система между собой не аналитически, не технологически не состыкованная. В чем это выявляется в жизни? На сегодня институт выполняет достаточно большую работу по корректировке генеральных планов, и я, например, к своему ужасу, уже переходя из плоскости управленческой к практической деятельности, пришла к поводу, что зачастую генпланы превращаются в дежурные, не то что дежурные карты, а некие схемы землепользования, когда 200, 300, 400, 500 замечаний по приведению генпланов до подробностей отдельных объектов, отдельных земельных участков только из-за того, что прокуратурой занята позиция, что генпланы ПЗЗ должны соответствовать друг другу. Между тем, это реальная позиция, за это наказывают наших коллег, и сегодня в результате появляется одна карта, что абсолютно неправильно, на мой взгляд, в кодексе это не расшито, у нас сегодня отсутствует перечень функциональных зон, есть перечень территориальных зон, и поэтому из территориальных вырастают функциональные. Вот эта взаимосвязь отсутствует и методически, и на правом уровне. Кроме этого, также отсутствует взаимосвязь, нужно ли отображать в генплане документацию планировки территории. Между тем, нам тех заданий пишут, вот мы сейчас сделали генплан Владимира, 70 ППТ надо поднять на уровень генерального плана. Я понимаю, что может быть это качество заказчика такового, но не берется все это опять же с пустого места. Поэтому я не буду сейчас какие-то позиции предлагать конкретные, я просто хочу предоставить слово своим коллегам, специалистам института Кипрагур, чтобы мы еще раз вспомнили, что такое генеральный план сегодня. Мы принесли чертеж специальности с собой, и я предоставляю слово Татарникову Владиславу Сергеевичу для того, чтобы мы поговорили предметно, что же такое генеральный план сегодня. Уважаемые коллеги, ну, хотелось бы начать с тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, придя на конкретную институту. И на свое уступление, собственно, сфотографировать на нашем видении долго процесс существования практиков, как это должно быть реализовано, но прежде всего, на начальной стадии разработки данной рекомендации. В 2018 году, в конце 2018 года, мы приступили к разработке генерального плана города Челябинца. Собственно, состав документации проекта генерального плана был рекламентирован на технические задания, и данное техническое задание соответствовало пунктам геоподекса, который рекламентировал разработку как положений по территориальному планированию, так и материалов по основанию генерального плана. Проблематика разработки состояла в том, что сам процесс разработки геймплана достаточно растянут во время. в нашем случае процент на разработку геймплана примерно было не менее полутора лет. Поэтому в самом начале, а в действующем законодательстве, в частности, в Градкодексе, у нас отсутствует такой перегон, как концепция «Концепция пространственного развития». И нам было дано предложение нашему заказчику начать разработку геймплана именно со стадии «Концепции». Соответственно, несмотря на то, что данной стадии не было предусмотрено нашим техническим заданием, заказчик пошел нам навстречу. Для чего нам это надо было? Для чего мы попросили включить концепцию именно в самом начале? Прежде всего для того, чтобы мы определили в самом начале основные целевые показатели и направление переглядного развития города. В действующем уже законодательстве, если следовать четко Градкодексу, мы на целый показатель выходит только лишь уже в конце разработки своего документа. И что-то сделать на финальной стадии не представляется возможным. Ввести какие-то серьезные корректиры. Вот поэтому данный геймплан, и будем начать именно в составе концепции. Всего техническое задание регламентировано три этапа. Первый этап – это 2022 год, сроки реализации геймплана, второй этап – 2029 год и расчетные сроки реализации геймплана. Перед тем, как выйти на основные наши целевые показатели, мы провели анализ. Один из основных показателей является, прежде всего, численность населения. И мы сделали такую перспективу анализ численности населения, роста города за последние 100 лет. Это нам просто дало понимание, то, как развивался город, и в какой период был пиковый рост, и с чем это было связано. Сам город, статус миллионного города, 3 апреля в 1976 году, и в состоянии 2017 года численность населения составляет порядка 1 500 000 человек. Также на стадии концепции нами был выполнен прогноз численности населения. По базовому сценарию, на рассчетный срок, базовый сценарий предусматривает рост численности населения порядка более чем на 100 000 человек. Для достижения данного целевого показателя необходимо соблюдение ряда условий. Это, прежде всего, стабильный миграционный перерост, который должен составлять менее чем 4,4 тысячи человек в год, уменьшение смертности населения с 11 человек на тысячу жителей до семи, и увеличение коэффициента рождательности. Вот данные показатели, они в основном зависят от политики субъекта. Также мы выполнили анализ специфики территориальной структуры города. Достаточно интересную ситуацию получилась в Челябинске. Семитерной территорией, жилой территорией занята порядка 20% площади города. При этом промышленность также занимает сопоставимой цифрой, это 21%, и значительную площадь занимает годный фонд. Это также где-то одна пятая территория города, порядка 17%. Ну и о соединенной территории сельхоз использования порядка 20% и, соответственно, 19%. Мы выполним анализ жилищной обеспеченности. Значит, существующая жилищная обеспеченность порядка 25 метров квадратных на человека. На расчёты сходного плана планируется порядка 35 метров на человека. Также на этой стадии был выполнен анализ потенциалов территории. Кулическими была сведена вся разработанная документация по планировке территории за последние 7 лет. И согласно данному анализу, он выявил, что потенциал в границах самого города составляет менее 2 тысячи метров. Соответственно, на данной территории возможно построить и ныне 17 миллионов квадратных метров жилья. Что это нам даёт? Это нам даёт понимание того, как планировочно должен развиваться город, поскольку у нас и исключение здесь, и Челябинск не является исключением. Ряд городов имеют тенденцию к расползанию. Это неконтролирует развитие отрегированных территорий. При этом потенциал за границами города составляет порядка 4 тысяч гектаров. Был выполнен анализ на негативные экологические факторы. Ситуация также интересная. В санитарно-защитных зонах границах границах жилая порядка 120 тысяч человек. И в шумовых зонах аэродрома не менее 200 тысяч человек. В границах на данной стадии были выполнены эскизы пространственного рассветления территории. Было выполнено три варианта. И данный список будет представлено на Союзе Средином Совете на площадке Союза Организации Городных Челябинск. Значит, на основе данных вариантов был выбран один основной вариант и определены основные цельные показатели данного варианта. Прошу прощения. Вы за всех. Поскольку регламент был предел, а ваше время уже заканчивается, конечно, очень интересно послушать историю работы на Союзе Городных Челябинска. Но я попросил бы вас вернуться только в установке задачи, которые мы абсолютно разнообразны. В чем проблема? В каких проблем вы сталкиваетесь в сфере разработки и избирательных классов? Значит, проблематика состоит, она достаточно широкая. Один из важных моментов заключается в требовании декоризации итогового документа. То есть, по сути, мы генеральные планы выполняем с кадастровой точностью, а это проблема сбора исходных данных в части кадастры. То есть, на первой репортажной стадии не во всех субъектах, не во всех регионах удается получить кадастровую плату, поскольку она является основой разработкой планы. Также мы сталкиваемся с проблемой качественной гипографической основой. Очень большая проблема заключается в том, что, по сути, на местах отсутствует мониторинг и сводная картина по разработке на репортажной рекомендации по планировке переходов. Мы встречаемся и сталкиваемся с тем, что зачастую на внутреннюю же территорию разработано внутреннюю несколько проектов по репортажной реке. Соответственно, когда мы делали свод, и, в частности, вот такая же ситуация была по Новосибирску городу, почти на сколько процентов документации по репортажной реке. Когда мы светили экономические показатели, то выяснилось, что численность города на ближайшие 20 лет составляет более трех миллионов человек. Хотя по факту годов перенеют, на сегодняшний день, по-моему, миллион 600. То есть это фактически два раза выключили численность. А это связано на линии у нас с строительной политикой, которые проводят судьбу. А то, что касается, ну, вот в самом начале срока, теперь я озвучил, это отсутствие скорее концепции. Фактически нем одно техническое задание, на трех миллионов человек. Считаем, что это тоже продел в законодательстве, поскольку мы тратим, можем тратить там год-полтора года, прежде чем смыть на эти целевые показатели, если следовать там этот подход к судьбе по техническому заданию. И пройдя такой эффективный труд, в конце получаем продукт, при данном году выясняется, что вы можете иметь принципиально ошибочные, заложенные изначально целевые показатели, которые будут управлять на развитие. Поэтому одним из важных последствий предлагается обсуждение до, ну, на начальной стадии, до принятия окончательных франшин. Спасибо. Пожалуйста, Митягин Сергей Дмитриевич, главный архитектор и людистроительства, член компонент Здорово. Хорошо, спасибо. Ну, не совсем так, я директор научно-лицейских проектов института перспективного строительства. Не буду строиться давно, как он летал. У меня неверная информация. Ну, это, это, что я буду ему, сейчас, не страшно. Значит, что я могу сказать, ну, как бы вернуться немножко к теме нашей обрядной дискуссии. Речь идет о стратегических планах, о стратегиях, о мастер-планах, о генеральных планах. Так вот, я хотел бы начать с самого конца. Вот что, ну, как бы, пробудило президента затронуть этот вопрос. Я не говорю, как и Юрий, да, это стимулировали. Но предмет, предмет такой. Значит, страна будет строить 120 миллионов метров жилья в год. Обещается проблема, что для этого не хватает площадок, для этого не хватает каких-то ресурсов, да, в тех городах, в тех поселениях, которые надо делать. Значит, говорят все, что, ну, экспериментарные административные барьеры, сдержанные темпы, роста и так далее, и так далее. Так вот, в чем тут дело? Это, наверное, задача основная, и к этому посвящен, как бы, генеральный план, мастер-планы, вы, и другие поиски подходов к решениям этой проблемой, как ускорить процесс инвестиционного развития городов. Но он не только, как бы, связан с жильем, правда, он связан с всей инфраструктурой, и производственной, и инженерной, и коммунальной, и декорационной, и прочие-прочие вещи. Так для того, чтобы построить любой объект, нужен предостроительный план земельного участка. Вы все это прекрасно знаете. Достроительный план земельного участка получается у нас на стыке информации, который дает ПДЗ, да, и генеральный план, мы сказали, что это не было. Есть генерные системы, которые делаются либо в процессе генерального плана в составе, либо после него, как более уточненные вещи. И все это еще дает на программы комплексного, социального и, как бы, там еще, коммунального и прочего, инфраструктурного развития. И схемы транспорта. И мы знаем примеры, когда сначала схема транспортного развития, она утверждается, а потом начинается, правда, генеральный план. И чего? Смысл какой-то в этом. Либо мы не меняем эту схему, либо не меняем, либо тогда зачем мы? Вот сделали схему транспорта, и слава богу, и живите по ней. А дальше что? А площадки как поставить? А наказаться, что творится? Инвектор купил, да, какой-то кусок земли. А откуда он его делал? Кто его сформулировал? Земельщики сформировали. Никакого отношения к генеральному плану не имеющей. Правда? Были сельхозполя, они были как размежеванные, были эти самые пари. У меня был такой пример замечательный совершенно, да? Проект планировки на земельных участках, да, в боях. Они длинненькие, узенькие, да, идущие в одну сторону все, применящие. А проект планировки, оказывается, надо делать другой. А собственники не хотят объединяться. И в школу не поставить на этих пустых боях, да? И если сам не помещается там, а что делать? А как быть? Как выполнить нормативы в эти условия? Договариваться собственники не хотят. Это уже была данная история, это не новая история. Но она повторяется в год. Еще в будущем, в прошлом, директором центра генерального плана Петербурга, я с этим расстолкнулся только тогда. Не верю, это уже сейчас. Так вот, получается активно такая. Конечно, все дело власти. Муниципальная власть в данном случае. А федеральные и региональные должны испечить возможность таких принятий решений. Которые бы? Которые бы. Да, Боже позволяет, покупайте там, да? Пожалуйста, объединяйте участки. Никто не делает, пусть и людей нет. Так вот, значит, 20% достаточно тупиковая. С этой точки зрения. Другая точка зрения. Есть, конечно, связано с тем, что, ну, она, может быть, в какой-то степени говорит, а мы проводим постановки проблемы вообще в целом, да? Потому что в целом у нас много городов родной общался, которые делают с чистого листа. Мы их знаем там не несколько штук, да, в последнее время. А в основном города развивающиеся, тем более крупные, пустанинные в том развиваются города. Туда стягиваются населения, они будут привлекательны, они будут привлекательны, в них больше там, там, в интернете и так далее, и больше социальных благ. А они все остались уже практически исторические города. Я говорю о том, что ни один новый город нельзя проектировать как новый, вот надо проектировать как исторический. Сразу, потому что через 50 лет это будет история. Он попадает в зону действия закона, по памяти культуры и наследия. И поэтому, как вы можете расширить улицу, которая была там, не знаю, 6 метров или 3 метров сельского поселения, и она осталась за тобой. Потому что ее так застроили уже, да? Что вы не можете сделать вопрос физически. А если вы рисуете, значит вы наступаете на частную собственность, и вас все начинают в личных слушания и будут проносить всякими словами нехорошими. И вы будете самым главным газом для этих ребят. Это не касается больших городов. Но у меня тоже такой опыт, да? Как-то прямо с трибуны говорят, вы в горе, мошенник, товарищ не тяги. Да, вы нас оботрали, вы нам сделали транспортную систему, которая разрезала наши участки, и убрала труалай. Надо собственно. Так или это получается? Как это просто отвечать? Не знаю. Власть не работает. Власть в области строительства не работает. Ни федеральная, ни региональная, ни местная. Вот что могу сказать из этой ситуации. И поэтому, сколько бы, значит, этой самой тричкой каптала мы не тянули, все равно они же не получили. Пока. Потому что мы задействуем, мы инструмент власти. Мы рассказываем этой власти, как сделать хорошо. Это профессиональная обязанность. А их обязанность профессиональная. Это исполнять. Если они это не исполняют, но умеют исполнять, то на нас нечего пенять. Мы не можем, мы не можем своей честью закрывать их ошибку. Так вот, все-таки, давайте посмотрим, что такое, значит, может ли, вопрос, может ли мастер-план породить это строительный план земельного участка. Со всеми его регламентами. Со всеми его информационной базой. Что я понимаю, не может, принципиально, потому что это мастер-план, он так написан. Это стратегия решения отдельных вопросов. Это не технический документ, которым является генеральный план. Это политический документ. И не надо их спутывать между собой. То есть, если нужна концепция, то она нужна концепция. Вот стратегия, как раз, то есть, или мастер-план, является таким документом, стратегическим. И должен относиться к стратегическим документам. И может входить в состав стратегических документов. А генеральный план исполняет то, что заложено там. Это его задача. Исполняет технически, с гидридическими привязками, со всеми рельефами, со всеми как бы необходимыми показателями для этой цели. Чтобы на его основе можно было сделать программу комплексного развития инфраструктуры социальной и инженерной. И чтобы эти программы могли потом влечь в основу проекта планировки. И чтобы эти проекты планировки можно было сделать межелание территорий под нужный объект регионального, федерального и местного значения. Которые тоже рассчитываются, исходя либо из численности населения, либо из тех объемов строительства, которые запланированы тем властью опять не надо. Наша задача, можно только подсказать, что нужно начинать стройку не вообще по всему городу, как сейчас у нас в Петербурге идет, на чем они споткнулись, а с каких-то мест. Я помню еще эту ситуацию, когда полная комиссия горсполкома определяла, что на северо-западе мы сейчас обываем территорию, а все строим на лево-западе. И все ресурсы, в том же, в советское время, просто из туда, и дороги там строились, и сети прокладывались, и проекты делали. И когда окончалась тема на новой территории, там, когда переходили туда. А сейчас кто купил, тот и там и должен что-то делать. А власть должна и детские сады, и школы, и другие объекты подденуть к тому, кто это будет. И поэтому, когда вы говорите, что давайте оплачивайте инвесторы, оплачивайте это, они сопротивляются. Не хотят, естественно. А с другой стороны говорят, нет, мы можем, тогда будет цена вопроса такая, которая не устроит власть. Потому что тогда стоимость квадратного метра, это просто растет. Вот этот вот глубок, глубок, как бы, этих самых вопросов, которые возникают в этом случае. То есть, именно, совершенно однозначно, что мастер-блан равно концепция строительного развития территории, и поэтому это все и одна линейка документов, которые кончаются в расследствии плану генерального участия. И никуда от этого деться нельзя, потому что какой бы транскрипции мы не были, мы никак не можем перескочить через информационные связки, через информационные зависимости одного документа от другого. Это невозможно. Если это происходит, происходит стихия. Стихия, например, в головах она существует, а во-первых она проявляется в натуре. Когда в разных местах города возникают вдруг какие-то орианты, комплексы, я не знаю, там, башенных домов, вдруг чего-то возникает. И опять стараться, он же не решен никак. Начинаются проблемы в власти. Народ бунтует. Он не может добраться часами до места работы или до места отдыха, или там еще куда ему надо. Потому что структура транспортная не убедена с самого начала, не решена вообще. И вот лоскутное отнияло, которое у нас превращается в нашей генеральной реализации нашей генеральных планов, это пич. Потому что нет системы, поэтому у меня только одно решение в этом вопросе. Надо возрождать плановую экономику и плановое строительство. Когда есть плановый документ, генеральный план, он такой же силы должен иметь, как и план социально-экономического развития, он должен быть ресурсообеспеченным на тот период, как мы задуманы. По нему идут комплексные программы. Эти программы финансово обеспечены опять же. в той части, в которой они обеспечены, можно заниматься в дальнейшем проектировать. Все остальное вы можете покупать в той части, как угодно, но разрешение на стройку давать нельзя, потому что это ущербно. Вот собственно и все. Спасибо. Голанда Александр Николаевич, не перед тем планом Москвы, у нас праздник сел РААС. Можно без презентации, когда в словах расскажу мысли по поводу его постановления, отказываясь от упекающих последствий. Естественно, все задачи. Вот мы с вами взяли в процессе ответной практики. Внутри свидетельствия с мино-экономикой, которой я написал, как какие-то решения. Очень коротко адаптирую его. Структуру документации состав ее такой, как будет у нас заказчик в лице государственной частной структуры. Деньги и больше. Значит, нет никакой проблемы документации. Есть ее невостребованность тем, кто ее реализует. И то, видите, какая реализуется. И, соответственно, поскольку нет этого взаимодействия, мы все в ужасе куда шарятся. Давайте упростим. Процесс, может быть, пойдет быстрее строительство. Когда это выбивается, крупные строительные монополитики, крупные банки. И опять понятно, почему это происходит. Но количество среды не есть и качество. А за это никто не отвечает. Мы пытаемся с помощью документации это сделать. Но, наверное, на это еще пока нет спроса. Поэтому принципиальный вопрос есть у заказчика справа на качественный город, качественный номер на улице. Это большой вопрос. И вот как только этот вопрос станет, ответственность пара, ответственность власти и от того, что они делают, у нас появятся нас не удалкивают, чтобы делать качественную документацию. Сегодня никто не запрещает этот качественный номер план. Никто, коллеги. Все зависит от команды, которая дается, и убедить заказчика ВР, что такое хороший город, научить его понимать ВР. Если бы это не делал, значит у нас ничего не получилось. Это первая проблема. Вторая, которая вытекает из влияния того совокупного заказчика на предостроительный кодекс. Мы видим, как он менялся, это воздействие заинтересованных лиц. Он трансформировался в первую сторону, усложнялся, делался запутанным, и в результате у нас получилось то, что получилось. Теперь вопрос. Можно ли это все улучшить с тем, чтобы ответить на вопрос и президента, и на вопрос оптимизации в целом церкви планирования и предоставительных лиц? Вот, мне кажется, если мы не будем решать просто проблему других планов, я считаю, нет, а решать проблему оптимизации в целом, для строительного планирования, то тогда, наверное, это будет полезный выход из того поручения, которое все мы получили. Потому что надо воспользоваться шансом в целом церкви планирования. То есть, если мы представим, как же она может быть совершена? Естественно, тоже все над этим размышляли, размышляли и мы надрезируя свою международную практику, понимая, почему мы видим этим, будем не тем, и как могло бы это все быть выстроено. Первое, что нам ставит упрек, где-то генпланы только связаны со стратегическим планированием. Вот где сам экономическая стратегия устраивается в регионах, даже в крупных городах, а генпланы вообще на это не смотрят. Мы делаем генпланы, мы смотрим стратегии, делаем, потому что они пустые. Стратегии пустые. И если вы в генплане не сделаете стратегию, не будет никакой стратегии этого города. Потому что, извините, когда у нас стратегия меняется в течение двух лет полностью, ни один, ни один субъект не способен выстрелить никакую стратегию. Поэтому здесь стратегия, которая уже сформирована, она пространственна уже, потому что за годы формы, они самые устойчивые, самые неподолепимые. А внутренние процессы экономически могут меняться и прекрасно тратироваться к разным эффективным формам. И отсюда вопрос. Мы можем интегрировать в пространственную стратегию социально-почтение, что мы можем. Или туда интегрировать и сделать консенсацию, или некий мастер-план, если кому-то сто украинцами оно все-таки дает новое. Или наоборот, делаем ген-план. Делаем первый классический раздел, это будет пространственная стратегия развития города в виде концепции, которую мы рассказываем, с полным обоснованием, как и пришло. И, я считаю, хорошей командой так и делает. Потому что объяснить ген-план невозможно, не имея стратегии развития города. Итак, первый вопрос. Соотношение стратегии для планирования на Дума со стороны именно стратегии. Ну, хорошо, мы определили 20 нумераций активных и еще 20 менее активных. Ну, хорошо, значит, давайте сорок городов развивать, где есть рынок, где есть спрос и куда-нибудь везду, потому что в других регионах в Чечне покупается, в Чечне строится. Значит, чем он придет, придем к двух городам, к трем городам в России, Москве, Петербургу и Коснодару и все. Значит, очевидно, в этом проблема развития стратегии в понимании назначения этой планеты. Итак, это первая проблема, которая решается, если внимательно не посмотрим. Вторая проблема, которая, в самом начале сказана, это соотношение генерального плана и БЗЗ. Значит, мы уже выяснили, что внешний вид БЗЗ пришло из уважаемой американской практики, где самое главное отсутствует проект планировки как класс, потому что БЗЗ американская конструкция – это и есть совокупность проекта планировки, который адресован прямым собственникам участка, где территории общепользуемости выдержанной и задача освоить по определенным регламентам конкретно выделенные территории. В нашей ситуации, когда нету территории не сформированной инфраструктуры, а не территорию пользования, напрямую с одного листа на весь город БЗЗ, это был миф. И к этому мы решили, к чему? В наших документах, то есть, цель заключения документов – оборудового плана существующего использования и совокупность проекта планировки, который сделан и вмонтирован туда. Супер документ, потому что он становится единственным документом, который висует в существующее положение, потому что Росрес не позаботился сделать нам адекватный план существующего пользования, не провел в то, что он переживаний, не предострировал. И мы имеем вечно проблему муниципалитетов. Никто не знает, как будет город сегодня. Мы сейчас бьемся с Москвой, пытаемся с помощью маниболинга воссоздать в Москву, как они сегодня есть. Позвольте, это гораздо сложнее, чем нарисовать самое далекое перспективное будущее. Итак, проблема не будущего, проблема настоящего. Потому что только юридическая картина существующего положения, оформленная катастрофа и подтвержденная ее документацией является точной отчетом всего случая. Теперь что же с ВЗЗ, если мы говорим, что это как-то и компромисс двух составляющих. Очень просто, потому что генеральный план имеет два слоя. Если мы посмотрим хорошие города хороших стран, европейских, мы видим, что каждый генеральный план в этой стране делается в двух масштабах как минимум. В масштабе, который показывает укрупненно и дает картину общего принципа развития, и более эти тайны, в которых есть агрегированная форма с регламентами разрешенного использования и параметрами застройки, но они не являются обязательными и юридическими для каждого землепользователя. Потому что они пророчные, ими управляют и принимают сведения, власть будет. То есть это не те рекламенты прямого действия, которые мы назначили в ВЗЗ. А вот как только мы переходим на проект планировки, то начинается совершенно другая история, потому что это единственный правовой документ, прямо устанавливающий требования параметры, как конкретно участвовать в ВЗЗ. Итак, если мы оставим приоритет и правила перевода генпланов в ВЗЗ, генпланов в стратегический план и генпланов как планировки, но составляется классическая картина, которая принята уже в проектах 50-60 лет в Европе, и она эффективно действует, и последние инновации, которые прошли в 90-е годы в Европе, они подтвердили эффективность этого, и конгресса, которая проходит постоянно, подтверждает. Разница есть, безусловно, потому что есть разная детализация генпланов, и разная детализация проектов планировки. Причем она разная? Скажем, в Скандинавии очень укрупненная схематичная генеральная плана. Восходство решит такой, как бы мастер-план, еще подобно, потому что в Скандинавии проект планировки делается на двух стадиях, и первая стадия проработает общую концепцию адекватную генерального плана, а вторая стадия – это уже тысячная мастер-план, соответствующая проекту планировки. И на первой стадии отрабатывается концепция прилегающих территорий, укрупненная концепция, потом админируется генеральный план, а в проект в группе уходит тысячная или тысячная мастер-план. Они работают, потому что логика – кто отличает за проект планировки. И мы видим, что во всех случаях все зависит от содержания, кто конкретно решает судьбу торпетной территории. Или власть будет на себя как сгоденание, или частная компания, как Германия Австрия. И тогда разное содержание плана. Вот у нас в данном случае есть публикация. Мы наплатим эти территории с комплексом наслоения, выбрасываем их на рынок, после этого рынок рухнет, потому что мы не сбалансируем инфраструктуру, поэтому все варианты идти на эти участки в результате город стоит. Управляемый процесс, Германия Австрия управляет процессом инвестиций. Это не просто картина будущего. Он четко рассказывает спрос рынка на недвижимость и потенциал города поинвестирует в сопутствующие инфраструктуры. Если это не сделано, то это просто картина. Вот коротко мысли, которые упрупненно можно обозначить по старым проблемам. И говорим о предложении. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Марина Ольга Валентинов. Главный архитект Немиро Зарей, Матурский область, Академик Рога. Пожалуйста. Так, коллеги, ну вот мы здесь собрались, и прежде чем отвечать на вопросы Юрия Силовича, мне бы хотелось обратить внимание на то, что, наверное, не все мы одно и тоже понимаем за словами мастер-плана. Поскольку в современной науке проектирование понятия мастер-плана абсолютно по-разному трактуется. Но здесь нет среди тех мастер-планов, которые нам доступны в интернете и в пространстве, по-разному рассматриваются и объекты проектирования, и масштабы, и состав, и содержание, и сроки, на которые разрабатываются эти документы. В термин мастер-плана, по-первых, история вопроса, появился в послевоенной теории и их практике градостроительства. В 50-60-е годы это почти точный эквивалент генеральному плану. В появлении мастер-планов появилось стремление к долговременным прогнозам и стратегическому плану. И определение долговременной тенденции развития позволило осуществлять обоснование развития национальных экономик в период послевоенного установления. Ресурсы были ограничены, территориальные возможности ограничены, а цели стояли глобальные, и поэтому эффективность вложения ресурсов стала особенно актуальной при особенно тех крупных задачах, которые стояли перед разработкой мастер-планов. Всегда при разработке мастер-планов есть три заинтересованных стороны – это власть, это бизнес и это население. И только к 80-90 годам вот эта третья сторона в виде населения, общества, граждан начинают играть… Эти мои поджидовщики пошутили, поднимите, что здесь прыгают в название. Причем сделали самый последний момент. Поэтому, когда мы сейчас обсуждаем этот замечательный вопрос, то, конечно, хотелось бы понять, насколько есть в отечественной практике документы, которые хотя бы в чем-то соответствуют мастер-плану. Ну, во-первых, мастер-план – это простой перевод с английского, генеральный план или ген-план. И довольно длительный период времени, и есть целый ряд документов, которые почти полностью соответствуют тем генеральным планам, которые мы делали сегодня. Не повторяя то, что мы можем увидеть на экране, следует отметить, что все-таки в наших документах вот эта социальная ориентированность документов, которые определяют градостроительное развитие того или иного объекта, она все-таки гораздо меньше, чем мастер-план. И это следует признать положительным качеством. Мастер-планы, я бы их разделила на две такие большие группы. Часть – это на очень крупные объекты, это на крупные города и агломерации. И таких мы уже генеральный план много видим в мировой практике. Но гораздо больше мастер-план выполняется для части территории крупных городов. И это либо на крупный планировочный район, либо на территорию, которая подлежит какому-то понятному развитию в понятный период времени. Ну, например, это территории промышленных зон, которые подлежат реорганизации, это территории, допустим, портовые, которые тоже превращаются в жилые, в районные общественные центры. И наиболее известный, вот здесь уже упоминавшись, генплан Стокгольма, который, в общем, задал и тон соответствующий. Вот здесь я вам предлагаю быстро очень посмотреть несколько чертежей, которые характеризуют мастер-планы второй части. И здесь мы можем увидеть, у меня есть полный, любезно предоставленный нашим сотрудникам Наталье Лапшиной, полный мастер-план по одному из камусов Соединенных Штатов. И вы видите, как здесь наряду с проработанными крупными территориями, есть проработки и отдельных их частей, и с точки зрения экологических, и профилей, и главное – видение, что такое будущее, как этот город или его часть будет выглядеть в будущем. Мастер-план – наиболее распространенное понятие – это стратегия пространственного развития, содержащая выраженную дорогостроительную компоненту, разрабатываемую публичной властью при участии представителей различных групп населения и бизнеса. Он отражает комплексное видение конкретной территории в будущем, служит основой для формирования общественного консенсуса, определяет ресурсы, механизмы и последовательность шагов и служит основой для подготовки среднесрочных документов оперативного планирования. Это часто и один из видов стратегии социально-экономического развития любой концептуальной дорогостроительной документ от стратегии города до общего дорогостроительного плана нового кандемии. То есть масштаб неограничен, это могут быть и большие территории, и целый объект управления, это могут быть и маленькие, вплоть до конкретной жилой группы или жилого портала. И, как правило, они содержат достаточно глубокие проработки по типологии городской среды, зонам и видам застройки, драгостроительным характеристикам, финансово-экономические обоснования, проработку экологических вопросов глубоко и серьезно вместе с экологическими каркасами и программами по улучшению экологической обстановки и глубокие проработки по реабилитации, восстановлению и обновлению историко-культурной среды. Вот здесь я дала некие сопоставления по содержанию мастер-планом и генеральным планом. И здесь мне бы хотелось сказать следующее. Предостроительный кодекс 2004 года выбросил из генерального плана многое то, что являлось нашей предостроительной профессией. И тот, кто его сохранял, ну, например, в нашем институте тоже, всеми недоступными спонсорами в составе материалов по основанию стремились к тому, чтобы глубоко и серьезно проработать вопросы экологии, проработать вопросы историко-культурного наследия с этапами развития города с детальным их изучением и поиска вот этого гена типа, то есть гена этого города, который предопределяет его развитие в будущем, подхватить эти идеи и реализовать их в виде, формализовать их в виде того документа, который, в принципе, является после утверждения нормативным правовым актом органов местного самоуправления и определяет и землепользование, и межевание, и дальнейшее разработку проекта планировки территории. Вот здесь даны четыре уровня, которые предполагают глубокое погружение в разработку мастер-плана. И я не прошу вас, я бы попросила вас понять мое отношение к изучаемой проблеме, потому что мне, зная о том, что мастер-планы очень серьезно продвигаются сегодня, мне хотелось понять, что же именно такого и в них есть позитивного, что могло бы быть воспринято. мастер-плана. Поэтому вот здесь проведено несколько картинок из статей стрелки, на которых как раз демонстрируются те составляющие, которые достаточно слабо представлены при разработке генерального плана. И одной из важнейших составляющих в схеме разработки мастер-плана является как раз выяснение мнений и видений и потребностей людей, которые хотят по-своему каждый и группы вместе взятые видеть этот город в будущем. Я не могу сказать, что мы игнорировали в своей работе взаимодействие с нашими местными сообществами. Например, здесь слайды относительно общественных обсуждений, которые проходили за толпы до утверждения генерального плана Сергея Упасада, поскольку это один из самых сложных и социально устроенных, и исторически устроенных, и пространственно устроенных городов. А вот на этих слайдах я привожу опыт работы нашего института по интегрированию разработанных мастер-планов в документы территориального спланирования Московской области, вот конкретно город Пугна с предложениями вывода Джона Томпсона по развитию российского центра программирования. Вот это другой мастер-план, который мы также интегрировали в документы территории планирования. Это мастер-план, выполненный ровно-дизайн-групп для западного Домоведова, для почившей Евразии. А это один из мастер-планов, тоже разработанный Джоном Томпсом для очень интересной территории Рублевого Архангельса. Вот так уже преобразовывался генеральный план территории за тех пор, пока она была территорией Московской области. И вот такое видение этой территории было нарисовано автором. А вот такое стало, когда территория стала частью города Москвы, и это было представлено на органистическом форуме проектом Рублевого Архангельса. И вот здесь я бы хотела обратить внимание на тот вопрос, что генеральный план и мастер-план. Не перейдем ли мы, если откажемся сделать генерального плана даже в крупных городах, к таким корпускулярному такому развитию, когда сложенные вместе множество проектов сделают невозможным развитие и жизнью отдельных западных этих проектов. Вот посмотрите, сколько тысяч населения будет сформировано на западном направлении Москвы. 120 – Архангельская, 60 – Ениси и Угар, так называемые. Николина гора еще приблизительно 100 тысяч, из Венибра – 50. По выводам, я считаю, что, наверное, в мастер-планах есть такие особенности, которые могли бы помочь архитекторам разговаривать с обществом. К сожалению, наши картинки, которые… Ну, вы знаете, я на десятках публичных слушаний присутствовала, когда из зала доносились слова о том, что «Что нам тут со своими этими цифрами городами лапшу на уши лишите. Вы расскажите нам, как он будет выглядеть наш город». Поэтому вот эта часть языка мастер-плана, она появляется очень позитивной и могла бы быть встроена в систему подготовки градостроительной документации и документации по территориальному планированию. Мастер-план эффективен для разработки предложений по развитию фанфазных территорий, подлежащих новому освоению или реконструкции с применением и в том числе возле территории комплексного устойчивого развития, которое в соответствии с изменением городокодекса в 2016 году, были предусмотрены как инструменты обновления городов, как инструменты их развития. И, соответственно, я бы хотела, чтобы мы с вами обсуждали сегодня не только вопрос, что можно оставить, что можно внедрить в нашу практику, но также и каким содержанием должен обладать этот мастер-план, чтобы он был востребован, чтобы он мог действительно регулировать. И вот это его очень важная позитивная функция – язык для разговоров с местным сообществом. Это очень важно. Спасибо. Тройков Иванович Константинович, научный руководитель направления рынка недвижимости института экономики города. Коллеги Павловича, спасибо за приглашение. Большая честь, большая река, если вы не хотите, я просто так же не могу. Мы помогли, в том числе, и использовать то, что мы услышали. Значит, по причине того, что мы находимся в Академии, в Храме Науки, это обязывает. Это обязывает говорить, доказать. Для Руси я попробую это сделать. Ну как, не объясню. Если кому не хватит аргументно, я переадресую настоящую информацию, где имеется, допустим, азбука дирекально планировали, азбука строительно планировали, подробный разбор, разбор и данные вопросы, вот опять. Так что, не в сумме, я буду поступать. Так вот, по итогам услышанного, я вот составил для себя, то есть для трансляции вам, шесть позиций. Первая позиция. Вообще, мы обсуждаем дневную проблему. Не может быть и не должно быть некого документа вне генерального плана. Почему? По одной простой причине. Услышьте. Ответственные декларации органов власти должны быть. Это стратегия. Но у декларации нет ответственности публичной власти перед частными лицами. Спрашиваются у генерального плана документы, стратегического планирования, есть и должна быть. Понимаете, когда мы планируем, это чревато последствия, последствиями изнятия. Они принципиально правовозвращениями. Не отсводятся одно к нам. А дальше тривиальности этого вопроса, обратите внимание, потому что и на металлогическом уровне, практически, в том числе в нашей стране, решена реальная удовольствия, работы декларации, генеральный план, стратегии и многое еще другого. Но это как бы не развертывалось. И вот поэтому, значит, вот просто зафиксирую этот факт. И здесь, когда мы поговорим о необходимости сохранения, развертывания документов, среди данного планирования, генерального плана, мы должны четко понимать, что не о генеральном плане только мы должны говорить, мы должны говорить о системе. Сергей Дмитриевич, вам молодой клиент. Молодец. О системе. А в системе главное что? И вот я сейчас все-таки еще на первом фунте скажу. Вообще-то, строго говоря, все необходимое, как вы проводите, чтобы сделать нормальный генеральный план имеется в наличии. Понимаете, это проблема, как бы, значит, инструменты и музыканты, и так далее. Вот по своей точки зрения генеральный план, конечно, должен строить специально-технологичные модели, которые определяют где, что, когда, последовательность и так далее. И тем самым давать что? Морские две переходы к правилам застройки. Если этого нет, генеральный план бессилен. Его легко растаскать и, собственно, так и делают. Дальше. Поэтому связки исключительно важны. Что мы имеем на самом деле? В 2011 год, не без помощи наших уважаемых некоторых профессионалов, начнут уносить изменения генерального производительного производительного кодекс и упраздняется то, что упразднять нельзя. Цели, задачи, мероприятия генерального плана, планы реализации генерального плана. Это чего, ребята, вы куда? А раз мы начали процесс обращения, едем в сборки и должны проехать до конца. И тогда вообще генеральный план может поделиться. Как бы своя логика. Так вот, возвращаясь к нужным, необходимым связкам. Значит, вот генеральный план, план реализации, значит, правила деятельности застройки. Здесь можно сказать, что вот, не вполне я согласен, значит, Александр Николаевич, план ТЭ, когда он, значит, некоторые пассажи там по поводу, по поводу, значит, того, как устроены правила деятельности застройки, но сейчас не будем даваться в дискуссию. Важно здесь сказать следующее. Вот артикулируем. В начале нашей дискуссии кто-то сказал, что типа, вот эта вот американская как-то система, она совсем нам не нужна и так далее. Дорогие коллеги, ну сколько можно? Больше двадцати лет прошло. У нас есть правообладатель, объектов недвижимости, земельных участков. Будут они у нас? Куда они денутся? И собственники, и арендаторы, авто? Конечно. А ежели, ну сколько говорим? Что? А есть платтикундисты. Давайте по порядку. Снять поистать, что называется. Факт наличия земельных участков и прополадателей он влечет с неизбежностью к чему? Необходимость будет в правовом режиме. А откуда он берется? Только с праздником застройки. И да, предстоятельный главен не должен даваться императивным однозначным решением. А некоторые гипозоны и так далее. Это целое искусство, им надо как бы владеть. Понятно, что нас не обеспечивают исходными данными и другие. Об этом я отдельно скажу. Чуть позже. Так вот, связка, да? Исключительно важная вещь. Теперь инструменты. Сложный вопрос. Краткому предложению его как бы предъявить, я вам должен сказать следующее. Что с моей точки зрения, мне как вы обоснованно с ней говорили, что мы практически, ну вот так сказать, на логическом уровне возможностей и правовой конструктуры обладаем практически всех, кроме некоторых инструментов. Каких? Это, конечно, ущербный и вот этот вот институт комплексного устойчивого развития, да? Который и, в общем, разрушает многое чего. Это неправильно сделано. Но, значит, вот, когда, что у нас, вам все переднишь, говорят, когда, значит, город развивается во все стороны. Надо не блокировать какие направления, дать возможность развиваться в другом. Как это делать? Есть инструменты правовые. Заводим, правило, с этим производством и развертываем те инструменты, которые мы не развернули, не утосушились, не захотели развернув. Как называется? Условно разрешенный вид использования. Какие условия? А условия такие, когда возникнет социальная инфраструктура, тут или дороги будем продолжать уже проводить аукционы частным, частным, значит, застройщикам, которые будут под нашу долгу уклицать, под наши грады рекламента. Так что вот инструменты вроде и есть, но для этого нужно понимание и более, как это разверт в законодательстве, да? И вот и здесь статическая невежность, я вот подхожу туда. А здесь уже Александру Николаевичу как бы привет, когда он говорит о необходимости воспользоваться, случаями и делать что? На мой взгляд, ну действительно, надо заявлять необходимость работы с системой, не только с одним документом и генеральным словом. И что переходить конкретно? В программе исправления ошибок законодательства. Я вот перед коллегами обязуюсь через некоторое время пределить материализованным в виде текст тезисов такой программы. По пунктам, какие вещи должны быть воспользованы и так далее. Вот. Ну теперь, значит, еще одно. Пятое газового выступления такое. Значит, два слова о правовой реальности или о мотивации. Почему так происходит? Вот у меня, извините, такое ощущение, что я вернулся где-то на двадцать пять, двадцать, десять назад. Все это вот перевешивается. Почему это происходит? Не по причине, у вас его как бы вины профессионалов и так далее, а по комплекс, по свободности комплексных факторов. И в которых, в общем, и последнее место является администрация, которым невыгодно иметь, а что невыгодно иметь? Невыгодно иметь такие нормы закона, которые бы обременяли ответственностью. А что такое гранитический генеральный клан? Это ответственность. Что такое нормативный генеральный клан? Где списались только когда, когда, к какому сроку и когда. Это надо завозить, разворачивать нормы в государственном возрасте. Но это никто не хочет на себя брать. Поэтому, извините, допустим, мы сделали развернутый генеральный клан, и по объемам, по местам, по деньгам, бабака это все убирает ответственность, как говорится. А че? Понимаете? Но параллельно существует другая, надо здесь тоже не забывать. Смотрите, мы не один. Как мыслить? Вроде же нас работает другая система. Система, она-то 2015 года называлась как «Предварительность выставания мест размещения объектов. Поддаешь заявку в темную один на один, параллельно там, где приписывают так далее, только сейчас, когда она закончилась, параллельно но восстановилась снова. Вот в чем дело? Понимаете, здесь получается, четко осознавать, что хочешь развивать систему гражданин в России, надо как бы придавить вот эту вот антагонистическую Е-систему такого как бы индивидуального административного решения, она существует. И, пожалуйста, вот я вам с точки зрения правовой реалии, в чем она существует. Пример на нашей любимой столице. Итак, базовые документы предоставительного регулирования, генеральные планы правил жилья кузов застройки, это номинальное наличие и фактическое отсутствие. Это феномен, вообще говоря, в мировой правовой практике. Так не бывает, что можно было строить минуем генеральный план или ФСЗ. А посмотрите на ФСЗ, это прямое противоречие федеральным законам. Это же не требует особо глубоких доказательств. И тишина. Никто не возникает. У нас есть полномочные федеральные органы, которые обучаются в суде незаконодательства. И тишина. Дальше. Значит, вот на фоне этого возникает замечательный 141-й федеральный закон. Это вот внесение изменений в закон о статусе столицы. И что мы там обнаружим? Мы обнаружим то, что вот сейчас вот перешло по постановлению президента. Ну, в общем, приказания президента. А что там имеется? Там имеется упоминание, обратите внимание, используется слово комплекс. Комплексная схема инженерного обеспечения. Если вы посмотрите, что при отсутствии института генерального плана такая. Что такое генеральный план в своей сути? Это баланс двух чашек. Застройка и инфраструктура. При наличии баланса можно регулировать территорию. А когда тебе говорят, что у нас только блага инфраструктура, извините, и баланс нет, и этой чаш нет. А что есть? А есть право индивидуально, более туристическим образом решать, сколько где будет, и ничего за это не отвечать. С правовой точки зрения. Это же, понимаете, это, в каком смысле, системный фактор. Всех этот системный фактор, да? Вот. Так что я тогда понимаю, что вот как бы эксклюзивный закон, вот, я уже говорил, логика должна быть завершена до конца, либо санки с горы проехали до конца, либо в стенку должно упереться. А что такое упереться в стенку? Это перейти от эксклюзивного закона с 101-го, за на что? Ну, универсальный, в один раз строительство, так сказать. Нам это не нужно, а то не нужно, и будем как бы одной чашкой на лесах работать, а одной чашкой лесов нет, и так далее, и так далее. Это, вообще-то, объективно говоря, а вот мы как-то научно пытаемся как бы ближе к научным таким депутам. Получается, что это освобождение себя от ответственности, которая фиксировалась бы в правовых актах, это ровно то, что нужно. Вот. Ну и последнее. Конечно, вот при наличии, с одной стороны, вот такого потенциала внутреннего, не развернутого, забытого, брошенного нашего инструмента, с одной стороны, а с другой стороны, вот наличие таких возможностей, о которых я говорил, не развернутых, да? Конечно, проблема субъекта, чтобы вот решить задачку такую, а именно, как бы программа исправления ошибок законодательства. Кто пойдет в такую задачку с логической неизбежностью, стоящей перед нами, несмотря на то, видит ли ту или не видит, она объективно неизбежна, что она здесь, сейчас, она давно стоит. Ее надо решать. Вот проблема. Все, спасибо. Большое спасибо. Владимир Прохорович, не подошел, да? Нет. Так. В конечниках Александра Альбертович, следующее само Владимир Прохорович. Эдуард Кустовбург. Я буду коротко не возмутиться. �елизм. Тема, которую, сегодня, мы подняли, как практики, институтов だけ строительства и институтов sistersmal и институтов И отделение градостроительства академии не случайно, потому что идет, как я говорю, идет дальнейшее бесцветание, разрушение всей нашей градостроительной деятельности, в которой мы так или иначе пытаемся выжить вместе с нашим обществом. Но мне хотелось сузить эту тему, потому что, на наш взгляд, и в названии нашего руководителя проекта, и подарок Илья Станиславовна, которые мы говорили, вы сканцентрировали. Мастер-план – это понятие, которое по каким-то причинам вдруг стало возможно обсуждаемым взамен генерального плана на поселение. На наш взгляд, это надумано, я говорю, имя своей. Уже у Илья Станиславовна говорила, что геймплан – это перевести на английский и обратно, но это будет майская плана на новости. Совершенно в нашем законодательстве, в силу гравитации. Уже 120, вот Илья Станиславовна рассказала, 120, по праву предстоит фонд. Это редакция, это редакция. Если мы сейчас заведем разговор о том, что нужно будет применять предостроительный кодекс и сделать редакцию, Мы прекратим всякую вообще нашу деятельность, она станет абсолютно безлицем. Усилия гипроголя, это можно расслабить. Мы хотим, чтобы мы это все обсуждали, нуждаемся в мнениях внешних, профессиональных. Почему? Концепция, как старт-денья, тут же выхода считает и отсутствует в родостоятельном городе. А раньше она была, помните, была концепция, писательный, были варианты, писательный, и были еще раньше ТЭУ, генеральный наш главный город. Почему нет этого нет? И мы, хотя бы, как польза не замечает этого нет, мы с заказчиками пытаемся мучительно договориться, чтобы власть принимала, если нас интересует, конечно, в развитии своего светово-настроительной деятельности, если нам это интересует, она идет на встречу. Более того, почему это за обсуждали в родительстве? Потому что мы стараемся, и мы, иногда случаемся, концепцию выделить в научно-исследовательскую структуру. То есть позволяет Гердла, а в принципе, какими являются, наполнить научно-исследовательским смыслом, где может быть социология абсолютно правильная. Это никто не запрещает. Нужно будет договориться. И мы в Севастополе проводили такие исследования. Они были, ну да, востребованы. И отмечены, и позволили утвердить документы от себя. Согласовательные документы. Вот, поэтому не надо раскачивать дальше лодку. В существующем нормативно-правовом поле это пока можно делать. Давайте совершенствовать его дальше для того, чтобы появились стадии, которые можно обсуждать, которые можно критиковать, где определены, мы по концепции говорим, где определены основные стратегические направления развития города или поселения другого. Где предоставлен вариант, который можно обсуждать с адекватным населением или его представителем. Потому что публичное слушание, опять их молитвы прошли. Мы тоже проходили. Это же иногда, ну, с автоматчиками приходилось привозить людей. Потому что это, ну, все сегодня не атрибулировано. И еще одно. Давайте вернемся еще к приниманию города, в его жестких сегодня границах, как все-таки в системе, которая обладает юным саморазвитием, она взаимодействует с ближайшей территорией. Они ограничены муниципальные паралитры и границами, которые будут в Беретии, которые будут в Сан-Самбле, которые будут утвердить некую, это значит, прихожу в Агломерацию. Некую дорогую систему, которую мы называем Агломерацией, но мы никогда это не называем. Это тоже какого-то внешнеприватным. Потому что Агломерация – это явление, агломеринование. Это плохо, когда город слепается и поджирает всю окружающую территорию. Те протостроения истории и эти же с ними, мы давно определили, что это регулированная система расселения, групповые системы расселения. Это было много названий. И вот регулирование и противостояние, агломерированному в этом времени, есть задача, в том числе, которая должна решаться на уровне города, округа и схемы территориального планета. И в Кодексе это следующий этап, когда это нужно срочно вводить. То есть город должен иметь наверху отдушенный круговой, который может, невзирая на административные границы, по-моему, случайно определить, все-таки умеет работать с внешней территории. Потому что у нас эти очки, например, говорят, пригородные территории. Что это значит? Пригородные территории. Это 20-летний опыт. Это территория, которая принадлежит муниципальному образованию. Вы просто свои интересны. Если Вы хотите здесь в санатуре, вдоваривайтесь с нами. Вдоваривайтесь с нами. Это наши общие проблемы. Поэтому весь этого... Александр Ильич, Александр Ильич, время. Спасибо. Спасибо Вам. Самой Вам, Надежда Александровна. Пять я вам. Спасибо за предоставленный вопрос. Не повторяется, уже многое было сказано. Хотелось бы отметить, что все-таки данное поручение президента, во-первых, начнем с формальной стороны, не имеет срок, который уже прошел. Эти предложения нужно было представить до 1 марта 2015 года. Сегодня какое? 21. 21. Соответствующие предложения были представлены. Что мы можем здесь, как научное сообщество... Простите. Кем? А кем вы... А кому было дано поручение? Правительство. Совершенно верно. В полномоченном органе дано было поручение. Они его выполнили. А наше сообщество научное. И наша задача здесь – научное. Мы либо чувствуем эту проблему, да, и научно обосновываем ее, и предоставляем свои предложения, интересующие наше строительное сообщество. Совершенно верно было отмечено модераторам. Поставлены проблемы. Есть они, нет ли они. Многие из присутствующих давали свою трактовку на эти поставленные проблемы. И можно в резюмирующей части их зафиксировать. Что однозначного рукования мастер-план в нормативно-правовой документации не имеет? Это факт, да? Ничего нового с научной точки зрения мы предложить не можем, который бы как-то расширял бы, либо как-то влиял бы на нашу деятельность. Это факт? Факт. Следующее было отмечено недавно, наступающим передо мной буквально, про границы. Мы до сих пор, градостроители, проектируем административно-территориальные границы. При этом у нас есть своя градостроительная типология и территории. Даже тот термин агломерации, да? Нет единого коллегиально принятого хотя бы в научном сообществе от отделения. Не говоря о том, чтобы этот термин был зафиксирован в нормативно-правовых документах. Даже в вышедшей и принятой 19 февраля 2019 года стратегии пространственного развития, несмотря на то, что имеет место быть термин крупнейшие и крупные городские агломерации, определениями. Это определение устраивает наше научное сообщество? С ним можно работать в плане дальнейшего осуществления, в плане подготовки документов? Кто может сказать? Я думаю. Более-менее, да? То есть нас, как научное сообщество, это определение устраивает. Мы принимаем, что есть только крупные и крупнейшие городские агломерации. Следующее. Мы будем как бы вводить те термины, которые есть для столицы, выделять на деле столичные регионы, агломерации, агломерации с их различными видовыми компонентами, которые существуют за рубежом. Есть более мелкие единицы, которые реальные. Они находят отражение при подготовке. Как влияет название генеральный план крупнейшего города или генеральный план мелкого города, да, это тот же самый состав генеральный план. Ну, мастер-план, генеральный план, как угодно его назови, да, но состав него тот же должен быть. Вопросы вот те же должны решать. Вот эти вот моменты, они как-то остались, можно сказать, неоплачены. Ну и не хочется превышать, как говорит, как предвами, да, пять минут моей. В плане того, что многие вещи были отмечены, и самое главное, это наша научная деятельность, на которую должны набираться какие-то, как выражаются сомнения и решения. Совершенно справедливо отмечено, что, может быть, будет сборник, да, по итогам этого обсуждения, в котором мы сможем более аргументированно представить свои предложения по этому вопросу. И даже после установленного срока, да, при необходимости их нужно и вырабатывать, и направлять в соответствующие органы для принятия решений. Спасибо, Надежда. Александр Михайлович, Вам слово. Спасибо. 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 Пять-семь минут. Да мне тут даже много. Но я имею право использовать информацию не на темы. А по теме я скажу следующее. Мастер-план – это тот же генеральный план. Я 12 лет изучал это. И британцев, и адвокатцев. Я же был заражен этими западными делами. Вот. Вообще-то ничего. Это, мне кажется, кому-то надо новые термины и поделить между чубайсками. И поэтому я прошел злой такой среди них. А вместо… Ну, что делать с этим планом? Первый, дорогой. Мы с Вами 30 лет изучали долг бельгийский. Помните? Вы были переводчиком. Вы сидите у меня за душой, как бывшая жена. Я помню вас. Вот здесь бесподробности. Вот. Вы помните? Так вот, стратегическое планирование, которое мы с Вами привели когда-то. Я его продолжаю надевать и завершил наконец-то за 32 года в публикации, в публикации, заявил для России, для страны уникальной полиэпической цивилизации. Мы уже страна народа. А у нас в крае-то строительство нет природы. Есть советский человек. Есть население. Все у нас. Вот это я же передаю. Я против делать. Можно и в законе. Товарищ Турк. Вы же мой соперник. Абсолют. Да. Абсолют. 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 Продружждаем. Если Вы будете дальше писать законы, а слава Богу. Погни, а Вы пришли к этих дедам. Сзаваться. Таких как Вы. Это что я виду, ваши слова не сейчас? Давайте. Регланд. Регланд. Регланд заканчивается. Но ещё есть. И информация, ребятки, информация. Я заканчиваю 12-ю книгу «Основы городоведения и теории города в российской интерпретации. В городу я видел западное». Мы не можем. И начинается это с того, что вы особая Россия. И, кстати, мой тезис даже использовал Владимир Владимирович. В своем концепции, как называется, доктрина, национальный вопрос. Когда собирался. Так что? В этом книжке как раз говорит о том, что мы, очень, наша наука, мы, как научный центр, мы вот здесь собрались. Мы очень плохо знаем, что такое город. Мы плохо. Мы не знаем. Как можно в России, в стране, где есть академия архитектуры, где есть и другие, забыть и считать, что Александр Сорокин является российским, малогорским, отдал жизни, оздоровлению и формированию урбанистических систем. И его нет ни у нас нигде. И погибла у нас социология города и деревьев. Мы привыкли говорить о философии. А после философии идет как раз социология города и деревьев. Ее тоже у нас нет. Поэтому, дорогие, я стою здесь, в академии, в которой умудрилась в лобу. Я говорю, что мы должны, прежде всего, создать новую академию в этом же комнате, здесь, где будет еще одиннадцать подозрослей, кроме грамотства. Когда же город отсялась здесь? Хорошо. Александр Михайлович, спасибо большое. Спасибо. Первому Максиму Лееменовичу. Пожалуйста. Спасибо. Ну, в общем, конечно, грустно, что КПД сегодняшние дискуссии примерно как немного ниже паровоза черепарного, черепарного. То есть по телу эмоций много, а по телу мало. Первое. Вот здесь, на. Простите. Я вас слушал внимательно. Первое. Давайте сбросим надуманный вопрос, который мы им задавали, кем планы или мастер-планы. Президент не формулировал. Понятия мастер-план, скромоливно, их больше. Сегодня в России реально употребляется мастер-план на систему общественных мастер-планов. Мастер-план как ВВТ с углубленным ТЭО. С мастер-планом ТЭО. Простите вообще вопросом об изменении ген-планов. И потому ли, что сегодняшние ген-планы в массе с водой, по-мягко говоря, не очень качественно. Почему это произошло? Первое. Кракот, который, к другому, привет, требований качества, в какой-то картоплодемовании проект, было все отсутствуют. Требований к цели обладания генерального плана отсутствуют. Как можно делать ген-план без обладания, я лично не знаю. Извините, расторговывается он по 44-м ФЗ, что приводит к ген-пенбургу к производству макулатуры. Если проанализировать, проэкспертировать ген-план, то процентов 80 полная макулатуры. Соответственно, требуется измерить на правый карк. Теперь, по сути, да? Ну, конечно, в том видим, в той ситуации, в которой происходит ген-планы, но он требует изменений. Прежде всего, конечно, есть понимание, откуда что берется. Александр Николаевич, я не могу согласиться, что форма вооруженных содержания никак. Вчастие объемного проекта невозможно, не то, в общем, с формой, а вчастие горостроительного точно нет. Города и системы расселения есть производные, как действующие экономические модели. Ничто другое. А в ген-планировании есть процесс стратегии. Кстати, в советское время, в исторический период, на который мы рассылаемся, мы делали генеральный план строго по стратегии. Просто наное содержание, далее, не доводили в тексте, а доводили только Т по стратегии. Нам какой-то господин спускал конкретные цифры. Население такое-то, заводы такие-то. Все, это есть стратегия, ничего другого. Тебе, за мной говорят, что эти стратегии нет, да, они есть. Заботчики стратегии тоже, как говорится, что именно в этих ген-планировании стране нет. Муж какая-то, что-то через суд. Есть стратегии, есть как планировать, надо свестили. Для этого сделано средство РФЗ. В части городов он, кстати говоря, не имеет обязательного характера, что в общем, не очень хорошо. Да, стратегии бывают в средних ген-планировании, так же, как он план. Но и город очень-очень приличный, в личной стратегии. Когда их нет, мы должны сами искать целеполагание. Это не наша профессия, не построительная. Это другая профессия, в другом языке, в другой онтологии. И, соответственно, нужно не пытаться заместить, а пытаться все-таки найти некие совместные решения. Кстати, вот таким звеном между стратегией и генеральным планом всего обычных требований является или концепция стратегии пространственного развития, или концепция ген-плана. Спрос на такие документы, как на отдельные, очень вырос. Я лично за последние 6 лет сделал все таких концепций. Разно городов, без рекламы. Да, это вот тело увалит, я тоже. Сами вниз, а сразу обращаясь, нам это нужно. Да, именно как. Считайте, концепция ген-плана. Но самое главное здесь, конечно, переводное звено между стратегией и генеральным генеральным. Без такого предусможности на прямой перевод невозможны за разность языков антологии. Под об этом, мне кажется, нужно думать и предлогать, прежде всего, не один план, но говорить, что да, сегодня есть недостатки, преодолеть можно вот такие-то и так вот. И худшее, наверное, за те 44-х УЗР. Спасибо. 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 Так, уважаемые... Спасибо, что на публике про 172-й УЗР закон, который был принят уже 6 лет назад практически, и в это время профессиональное сообщество, к сожалению, так и не обратилось к этой проблеме, 5 лет назад забирали буквы стол и, кстати, удосужились, то есть, в результате нигде использовать. Значит, в чем проблема-то? Во-первых, провокационная формулировка, которая у нас в заглаве «Грублого скала» как-то должна быть уменьшена, потому что обстановка «или-или», она действительно, как многие сегодня уже говорили, она, значит, не выдерживает критики, и надо это как представить. Во-вторых, значит, стратегия пространственного развития предполагения в Гетеме не была доведена до системы территориального планирования. И справедливые замечания, значит, о том, что наша система имеет недостатки, они связаны как раз с тем, что появилось более широкое задержание системы, система стратегического планирования, которую территориальное планирование вошло. Когда оно входило в эту систему, мы давали свои предложения, они отличаются по идеологии от того, что сейчас говорил Максим Вениаминович по поводу вторичности территориального планирования. Я считаю, что пространство, оно же не только экономическое, оно и физическое. Пространство, значит, и есть первая пирпичная категория, с которой нужно начинать все. Это пространство и расселение. Мы соответствующие предложения давали, но сейчас получилось так, что в это время выморочены многие понятия базовые из Роспретного кодекса, касающиеся к генеральному плану. Генеральный план не отмечен в числе документов стратегического планирования, как и статьи на муниципальном уровне. И из-за этого происходит вот эти комиссии, что сейчас перестали считать, и дошло до такого поручения уже на уровне президента, перестали считать генеральный класс стратегических документов. Но всегда был документ стратегического планирования, и в районном уровне у нас тут выполняется регулярная стратегия Владимирова у Патрифляров. А сейчас, значит, мы пришли в такой парадоксальной ситуации, в такой ситуации надо как-то исправлять. И никто не говорил о подхазе от генерального плана, а говорили только о переходе пока. И самое главное, надо смотреть, кому выгодно эти изменения, и в чем причина. Мы выгодны, а не понятно. Аливерсову, управленцам, тем, кому нужно, финансистам, кому нужно снять проверку, зайти быстрее на площадке, осваивать этот генеральный план, это понятно. Но есть объективные причины. Крупнейшие города и крупные города, которые у меня в поручении, они, как правило, уже все выстроены в генеральный план, генеральный план разработаны, реализованы, и сейчас лечат их уже только от учащихся изменений. И организация больших территорий, а это уже не генеральный план, это уже последующая документация. Это первая причина. Остальная причина – это вывод в район, то есть вывод по куриарту. Они все, как правило, крупные города, крупнейших, являются уже церковные номераторы. И вот эти вот два направления нужно осваивать. И в этих направлениях нужно давать было предложение, немножко запоздания мы собрались, но это главное, я считаю, что есть эффективные предпосылки для того, чтобы задавать это поручение, не во время нашего сообщества, а на пользу дела для того, чтобы выводить в нужном направлении. У нас есть какие-то задачи, более важные. Спасибо. Спасибо, профессионал. Все это есть. Спасибо, спасибо. Но не найти. Сейчас. Есть, но глубоко скрыто. Коллеги Борщуков, Сергей Иванович, заместитель генерального директа Китлоков. Мы, наверное, те реальные проекты, ведущие, которые делают, как галатарные геологики, агломерации, схемы реагонирования, тут будет утром. Это одна из крупнейших работ, комплексная, и целино-санкционная, значит, работают в экономике. Мы готовили серию документов, чтобы был комплексный план разработки генеральных планов КПЗЗ исполнить игры. Полный провал. Был комплект составленных технических заданий, уравновешенных, нормальных и так далее. Далее проведение, вывод одной из краснодарских компаний в виде единого поставщика. Это на первом этапе было заболвано. На втором этапе уже 44-й КПЗ и большое количество организаций со всей России в результате 90% брака. Хотя было все подготовлено для того, чтобы республика имела качественную досвидетную документацию. Увы, но сама республика в результате не была заинтересована во всем этом хозяйстве. Второй момент. Управленная позиция. Это крупные города и наличие качественных... Все генеральные планы Сибири и крупные готовности, которые в 2005-2007 год. Идет полная переработка. И сейчас есть красноярец, сделан челярец, нет ли Катеринбурга, нет ли Новосибирска. Вы знаете, крупнейшие и научные центры и так далее имеют четкие, что это. У меня коллега говорил, когда попытка вести мониторинг через проекты маневровки приводит к абсолютному искажению ситуации, что они вообще мониторят. Завышенные показатели и так далее. И еще один момент. Очень важный, наверное, это сейчас движение проектов, публичное слушание, которое проводится на месте. И уже ведут попытки это создание 3D-моделей. Они уже есть. И мы сейчас по Новосибирску подрабатываем идеологию Новосибирского научного центра сделали вообще 3D-модель достаточно оперативно всего Новосибирска. И потом у него ничего уже было нужно оперативно. И это посвольно, это чуть-чуть, ну, имеет своеобразие. Под это можно показывать, изучая, и с вами. Поэтому для визуализации в этих решений это один из тех инструментов, которые в настоящее время уже подходят и можно нормально с ним оперировать. Мы делаем абстракт проектирование. Для нас он это самый важный. И те недостатки, которые есть в предответе, недостатки в техническом задании, ну, это уже наша профессиональная совесть, чтобы иминировать и дать нам маленькое предложение в дальнейшем для работ. Спасибо. Спасибо. Хорошо, давайте заканчивать. Ну, я не буду брать на себя какую-то ответственность, подводить какие-то общие итоги, но мне кажется, что может быть не с той полнотой, на которую мы все надеялись, но тем не менее разговор получился интересный и, в общем, он дает определенный результат. И смысл этого разговора, конечно, не в том, чтобы играть в слова и термины «кент-план», «мастер-план», а в том, чтобы увидеть и поставить диагноз той ситуации, той картины в области территориального планирования, в области более широкого, говоря, в области долгосрочного стратегического планирования крупного города. Продолжение следует...